Служить Отечеству готовы. Эти призывники уж наверняка. В краевой сборный пункт, или как его в народе называют, девятка, каждый день прибывают сотни молодых людей. После еще одного тщательного медосмотра и проверки профессиональных навыков сразу военную часть. В какую, большинство здесь пока даже не догадываются. Но есть и те, кто знают, где будут служить в ближайший год. Это профессиональные спортсмены. Виктор Гавриленко из Денского района. Больше 10 лет он занимается греблей. Родной Кубани страну представлял на мировом европейском первенствах. Службу будет проходить в спортроте, чтобы не прерывать тренировки. Когда еще не занимался спортом, хотел пойти в такие войска, как ВДВ, спецназ, такие сухопутные войска. Мне очень нравилось это. Потом приоритеты мои поменялись в жизни. Меня рассмотрели как в ЦСКА, то есть Центральный спортивный клуб армии. И я понял, что это ближе мне. Ежедневно в самые разные военные части страны из этого сборного пункта разъезжается не менее 300 будущих солдат. Принято считать, что кубанские призывники одни из лучших. Быстро обучаются новому и поэтому их особо ценят. Только в этом году президентский полк пополнили уже 15 молодых людей, отметил глава региона, открывая совещание. А по числу призванных на службу Краснодарский край лидирует вот уже 5 лет. На данном этапе на воинском учете состоит всего призывников. Это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. 88 тысяч 764 человек. Мы занимаем первое место в Российской Федерации и по количеству призывных ресурсов, и по количеству того наряда, который у нас есть на призыв вооруженные силы Российской Федерации. Российская армия становится все популярнее, а у клонистов с каждым годом все меньше. Молодые люди зачастую сами проявляют желание отдать долг Родине, но не всегда позволяет здоровье. В Краевом Минздраве отмечают, что медосмотр проходит в 2-3 раза больше призывников, чем запланировано. Призыв на год был квота 13 тысяч. Мы же обследуем на сегодняшний день, и у нас в этом году более 38 тысяч призывников с возраста от 17 до 27 лет. И вы знаете, Веним Иванович, на сегодняшний день мы осмотрели уже 20 тысяч, и из них 17,5 признаны годными. Принципиально важно, чтобы призыву подрежали только те, кто годен с точки зрения здоровья. То есть никаких натяжек, никаких планов здесь быть не может. Потому что в армии юноша парень должен приобрести еще более крепкое физическое здоровье, быть готовым к дальнейшей жизни, но ни в коем случае не потерять последнее. Поэтому если мы будем призывать тех, которые сомнительно готовы, то это не годится. То есть в нашем крае такого быть не должно. Такие ситуации на особом контроле у прокуратуры. В прошлом году сразу в нескольких районах молодых людей незаконно призвали в армию. Но бывали случаи, когда призывников напротив необоснованно освобождали от несения службы. Ни то, ни другое на Кубани просто недопустимо обозначает позицию Вениамин Кондратьев. Количество призванных и обследованных с точки зрения медицинских комиссий прокуроры в 2015 году выявили примерно 752 нарушения закона. Прокуратура края всегда отличалась принципиальностью и позицией по любым вопросам. И что касается конфликта в случае, если такого будет между призывником и военкоматом, я вот прошу, чтобы прокуратура стояла над этим конфликтом. Родители оперируют в крайнем случае сразу куда? К власти, а в большей степени к прокурору. Поэтому здесь только объективность и только законность. И опять-таки никаких планов призыва, никаких иных факторов не должно влиять на позицию и действия прокуроров. Обсудили на совещании подготовку молодых людей к военной службе. По мнению губернатора края, ДСААФ должен активнее включаться в эту работу. А вот что касается экипировки, то с этим вопросов ни у кого не возникает. Комплект одежды, обувь и самые необходимые предметы личной гигиены выдают каждому призывнику. При этом форму строго в соответствии с погодой. Нет в российской армии проблем с провизией. Отправляя своего сына в армию, родители могут не переживать, что он останется голодным. Кормить его будут везде. В сборном пункте выдают не только теплую форму, но и сухой паек, рассчитанный на время пути в военную часть. Здесь и печенье, и овощные мясные консервы, и сыр. Даже есть армейский шоколад. И одна такая коробка по норме рассчитана на один день. Так что снабжать домашними пирожками и бутербродами будущих бойцов уже вовсе не обязательно. Еще в сборном пункте каждого призывника ждет порция горячего обеда, ужин и завтрак. Однако вот условия подачи блюд ресторанными уж точно не назовешь, замечает Вениамин Кондратьев. Здесь необходимо оборудовать настоящую столовую, считает глава региона. Надо вопрос решать со столовой. Это не дело. Во-первых, здесь холодно. Во-вторых, не уютно. А вторых, даже руки помыть. Не, на чем мы говорим. Сами себя оборудую. Девятка для молодых людей – это своего рода первый этап знакомства с армией. Военную часть большинство уезжает в тот же день. Завтра на службу в Сочи отправятся и спортсмены. За чашкой чая делятся с губернатором планами. После армии обязательно вернуться в спорт. Тем более, что восстанавливаться после года службы не придется. Раньше, когда они уходили в вооруженные силы, они прорывали этот тренировочный процесс. Кто-то вообще не возвращался. Кто-то возвращался, он уже более болезненно этот процесс проходил. А сейчас, фактически, они просто перешли в другой регион, но занимаются тем же любимым видом спорта, где они достигли уже достаточно серьезных результатов. Тем более, в городе Сочи, где есть вся пост-олюбийское наследие, где есть великолепная спортивная материальная база. Армия – это школа жизни, безусловно, а теперь это школа спортивного мастерства. Будете ли вы профессиональными спортсменами, будете улететь. В любом случае, вы уже в определенной части дорогу себе в жизни определили, то есть это спорт. Не важно, что это будет, спорт высоких затяжений или просто спорт, или вы идете потом преподавать. Важна сама возможность, о чем мы говорим. А сегодня возможности это есть, то есть оставаться в спорте, оставаться спортом, потому что вы сегодня уже профессионал, вы сегодня профессионал в спорте. Всего же спортивные роты ЦСКА пополнят 200 новобранцев. Уже в эту субботу в Олимпийском парке они произнесут слова военной присяги. Мария Крошная, Денис Перц, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.